Классные новины сегодня в Украине. Формуются добровольческие батальоны, для того, чтобы заходить на территорию Белоруссии и России. И трошки трепать их в себя дома, чтобы они решили, что такая война. Этот видеоролик записан одним из украинских националистов еще в начале апреля. В это время наши батальонные тактические группы уже взяли границу под усиленную охрану. Обстановка показала, решение было оправданным. Опасность есть, и она вполне реальна. Как реально и готовность белорусской армии ее предотвратить. Мы видели различного рода видео, где угрожают белорусскому народу. Но мы готовы к любым условиям. И уверены, что защитим родную землю от любого врага. Все необходимое у военных имеется. Техника обслужена и готова к применению боеприпасов более чем достаточно. Тыл надежен. Сами подразделения находятся в постоянном движении, меняя позиции, исходя из поставленных задач. Проживаем рядом от позиций. Организована своя полевая кухня на взвод. Продовольствия обеспечены в полном объеме. Запасы топлива, боеприпасов, все есть. Подвоз обеспечен. Морально-психологическое состояние личного состава считаю высоким. Все ознакомлены с ситуацией в мире. Все понимают, что выполняют задачу в первую очередь перед своими родными, близкими. Тем, кому они присягали. Перед своим народом. К армии у белорусов особое отношение. Тем более у жителей приграничных областей. Военные приехали в пятницу. Была очень плохая погода. Привозили сухие дрова, потому что попросили, чтобы растопиться. Организовали баню в магазинах. Если приезжают садлаты, чтобы никакой задержки не было. В первую очередь, чтобы их отоваривали, потому что люди понимают, что на службе. Времени на отдых у бойцов немного. Солдаты несут постоянное дежурство на объектах, тренируются на новой местности на случай обострения ситуации. Действуют исключительно по-боевому. Танковым взводом выполняли выход из района бронегруппы на рубеж контратаки для прикрытия дорожных направлений. В рубеже убирается по принципу открытости местности и наблюдаемости личного состава взвода. В своих бойцах командиры уверены. Не первый месяц вместе. Офицеры постоянно находятся рядом. Организована телефонная связь с родителями солдат. Естественно, родители интересуются, что здесь происходит. Доводим, рассказываем, объясняем. Постоянно организована связь. Командиры подразделения, я рассказываю родителям о том, что ответственные задачи выполняем. Прикрываем границу. Основная функция защиты своей страны. И в этих словах не грамма пафоса. Понимание того, что от твоих действий напрямую зависит спокойная жизнь мирных граждан – лучшая мотивация для каждого из военных.